Девушки отдыхают И не 100% заработок в интернете Не онлайн-казино и не ставки на спорт Да это вообще не реклама Это просто такая страна Добро пожаловать в Сан-Марина Это жизнь других Сан-Марина Одна из тех стран Название которой даже не все слышали И это неудивительно Ее сложно найти на карте И легко можно перепутать с городом в Италии Но на самом деле это отдельное государство В котором живет Около 30 тысяч человек А вот о том Как они тут живут Давайте еще сегодня все это И узнаем Как вы понимаете Эта миниатюрная страна Со всех сторон окружена Италией А расположилась она В 20 километрах От итальянского курортного Города Риммини Что на побережье Адриатического моря Родиться здесь я могла бы В обычной семье Нани Тогда я жила бы в большом Просторном доме Вместе с мужем и сыном И держала бы свой собственный Салон красоты А может открыла бы свой собственный ресторан Как Альдо Тогда я бы каждый день Кормила десятки гостей Вкусной сан-маринской пастой А вот если бы я была как Федерико То есть бывшим главой государства То наверняка прекрасно знала бы Где расположены все детские сады Сан-Марина У нас в Сан-Марина есть традиция Перед каждым государственным праздником Действующие главы государства Лично обходят все детские сады И поздравляют детишек Кстати, вы не удивляетесь Что слово главы Прозвучало во множественном числе Просто их здесь двое Но об этом позже А пока про детский сад Все детские сады в Сан-Марина Государственные и бесплатные Оплачивается только питание 6 евро в день Места обычно хватает всем желающим Насколько я знаю В сады у нас ходит 90% всех малышей С местом в детском саду У нас никаких проблем не было Просто надо знать Что туда стоит записываться заранее Вот, например, я родила в субботу А в понедельник муж пошел И сразу записал ребенка В детский сад и в школу Если не считать счастливей А они здесь тоже есть Местные дети проводят в саду Три года жизни То есть с трех до шести лет Но меня очень позабавило Не то сколько А то, чем они все это время Здесь занимаются В Сан-Марине дети В детском саду рисуют Поют, танцуют В общем, живут как нормальные дети То есть их тут не учат Ни читать, ни писать Потому что считается, что этим Должны дети заниматься Уже только в школе А до шести лет Они должны просто радоваться жизни Какая прелесть Люди в Сан-Марине В принципе, живут довольно расслабленно И никуда не спешат И, как видите, эту размеренность Им прибивают с самого детства С другой стороны Отчего ждать от страны С населением поселка Городского типа Здесь все как в провинции Люди простые, открытые И при этом очень консервативные Мы, сан-маринцы, очень любим Придерживаться традиций Это заметно во всем Начиная от простого жизненного быта Заканчивая государственным устройством А некоторым местным законам Сан-Марина Больше лет, чем Италии Например, есть у нас традиция Выбирать двух капитанов-регентов Капитаном-регентом Здесь называют Главу государства Проще говоря У нас выбирают президента А здесь капитана-регента Но самое смешное То, что в Сан-Марине Их выбирают сразу двух Видимо, чем меньше страна Тем больше надо президентов Ну, то есть капитанов Почему их двое, я и сама не знаю Наверное, одна глава хорошо А две лучше Но о причинах вы лучше у них самих спросите Двери к нашим правителям Всегда открыты Местные управленцы оказались И правда радушными и открытыми Я познакомилась с бывшим главой Сан-Марина А ныне министром туризма Федерико И он мне сходу рассказал Очень много интересного Начиная с 14 века Мы выбираем новых президентов Каждые полгода А их двое, потому что раньше выбирали Одного представителя аристократии А второго от простого народа Сейчас это просто осталось традицией Нет, подождите Я хочу, чтобы вы еще раз это услышали Местные выбирают своих президентов Не на пять лет Не на четыре года И даже не на три А всего на шесть месяцев А то есть выбирается два человека И они равнозначные два Или все-таки один главный А второй может быть его помощник Раньше, конечно, один был рабочим Или крестьянином И часто даже читать не умел А сейчас оба равны Слушай, ну скажи честно Вот за полгода Что-то может Человек-президент Изменить? Мне кажется, это же невозможно Ничего Или вам ничего не надо менять Вы просто пришли И поддерживаете вот тот уровень В котором и живет Сан-Марина Несмотря на высокий пост Капитаны, по большому счету Ничего и не меняют Они только законы Подписывают или не подписывают Но ты очень молодой президент Получается Молодой Красивый Такой Энергичный А ты еще раз Хочешь быть президентом? Хочу Не хочу А скорее всего Буду Избирательная система У нас устроена так Что две партии Из парламента Каждые полгода Должны выдвинуть Своего кандидата В капитаны А так как в парламенте Всего 60 человек То капитаном Побывает Практически каждый Когда Федерико Был главой страны Ему было всего 31 год Можно подумать Что это рекорд Но нет Одному из нынешних Капитанов Всего 28 лет А избираться На эту должность Сан-Марина Можно сразу После 25 Считай университет Закончил И можешь идти В президенты Знаю Со стороны Это все Кажется странным Но на деле Два правителя И часто Их сменяемость Практически Исключает коррупцию Поэтому я И сам рад Чтобы главой Государства Побывал кто-то другой Видишь как Президент говорит Я хочу Чтоб и кому-то Еще было хорошо Чтоб кто-то Еще и другой Ставь президент Вот Это люди Понимаешь К слову Зарплата У местных президентов 5 тысяч евро В месяц При том Что средняя зарплата К примеру Школьного учителя 2 с половиной Тысячи евро А вот первая леди Когда Ну Становится То есть Получается Есть две первые леди У них есть Какие-то обязанности Или в принципе Она где работала Там и может Продолжать работать Или у них тоже Есть какие-то Ограничения И уже Обязательства На полгода Для семей капитанов Вообще Ничего не меняется Конечно Жены иногда Ходят с нами На разные мероприятия Но у них Все равно Своя работа И обычная жизнь По сравнению С той же Италией Зарплата у нас Выше Но ненамного Очень высоких Зарплат по меркам Европы в Сан-Марине В принципе нет Зато у каждого Сан-Маринца Есть специальная Дисконтная карта Это такая Накопительная карта От государства От всех покупок В магазинах Аптеках Или на автозаправках На эту карту Нам возвращаются До 10% От стоимости Покупки Что-то вроде Кэшбэка На эти бонусы Я могу купить Все что захочу Но потратить Их могу Только на территории Страны Именно для того Чтобы местные Не вывозили деньги За пределы Сан-Марина А тратили их здесь Такую карту И придумали Придумали здесь Еще и Медицинскую Электронную карту Благодаря которой У любого врача В Сан-Марина Всегда есть доступ Ко всем Данным пациентам И если К примеру Женщина идет рожать К незнакомому Доктору То он За считанные минуты Узнает всю Историю Ее болезни Госпиталь Сан-Марина В любой момент Готов принять Любую роженицу Ведь все Ее данные У нас под рукой Независимо от того У какого врача Она наблюдается Когда я планировала рожать То хотела это сделать Дома в воде Однако для этого Нужна специальная ванна И когда медики Приехали ее устанавливать Оказалось, что наш пол Не выдержит такой массы Поэтому пришлось Ехать в госпиталь Хорошо, что там Меня были готовы принять Роды, да и все Медицинское обслуживание Здесь полностью Бесплатное Нет никаких Страховок Или оплат За посещение По части Медицинской системы У нас можно сказать Социализм Например, в Италии Если ты И застрахован То все равно Платишь За прием Здесь же И прием И анализы И любое другое Обслуживание Просто не стоит ничего Так получилось Благодаря тому Что у нас в стране Небольшое количество Населения Его гораздо проще Обеспечить У нас ведь и больница Одна единственная Даже ни одной Частной клиники В Сан-Марино нет То есть Маленькая страна Это и плюс И минус Плюс в том Что ее легче обеспечить А минус в том Что все здесь В маленьком количестве Самый яркий пример Этого Школа Учатся у нас 13 лет Так же Как и в Италии Но последние 5 Профильные Где ученик выбирает Для себя Определенную специальность Так вот Профильных специальностей В Сан-Марино Всего 5 Все остальные Едут изучать В Италию Оказывается Сан-Марино Уникальна тем Что по статистике Ровно половина Всех школьников Этой страны Учатся За границей Когда мы переехали В старую школу Большая часть Моих друзей Перевелась На обучение В Италию Кто в художественную школу Кто в летнюю Кто в аграрную Этого всего В Сан-Марино нет У меня трое детей И все они учатся В школе в Италии Не вижу в этом проблемы Язык у нас один Система образования Такая же А ехать полчаса Кроме того Государство Сан-Марино Покрывает все расходы Для учащихся За границей Многие уехали Но лично я считаю Что в Сан-Марино Образование лучше Ведь нас меньше А значит И внимания к нам больше Поэтому остался Но еще Учителя здесь Не такие строгие А за что могут Родители Вызвать в школу Например Я не знаю Там плохо учишься Или подрался За все это могут вызвать Но вообще Наказание Это редкость Мы народ довольно спокойный И позитивный Даже подростки За серьезный проступок Могут запретить Посещать школу Несколько дней Но это странное наказание Так как все школьники Наоборот Рады официально Школу прогулять Самое жесткое наказание Это исключение школы Но оно есть только на бумаге На деле я не знаю Ни одного случая В Сан-Марино Чтобы кого-то выгнали Так у меня остался Всего один вопрос К молодому поколению Сан-Маринцев А ты знаешь Как зовут Вашего президента Сейчас Понятия не имею Они там меняются Как футболисты Во время матча Конечно Невозможно запомнить После окончания Старшей школы В Сан-Марино Уезжает еще Больше молодежи Выше образование Здесь остается Получать только Один из десяти Сан-Маринцев Остальные опять же Едут за границу В основном в Италию И опять же Потому что в Сан-Марино Особенно Не из чего Выбирать Если бы я жила В Сан-Марино То скорее всего В университет Я поступала бы Именно в этот Ну не скорее всего А только в этот Потому что Тут один Выбора Никакого Я выбрала Университет Сан-Марино Только потому Что здесь Сильный факультет дизайна Чтобы на него поступить Я сдала экзамен И прошла Собеседование Высшее образование Здесь платное Две с половиной тысячи евро В год Но если студент Захочет приостановить Обучение И вернуться к нему Через несколько лет То за пропущенные годы Платить не будет А из университета Его никто не выгонит Из вуза у нас Никого не исключают Если в какой-то момент Бросил учиться То можешь вернуться Хоть через пять Хоть через десять лет И продолжить обучение Теоретически Можно быть студентом Хоть всю жизнь Мой папа Очень долго учился В университете Закончил только К пятидесяти Но это потому Что у него уже была работа И спешить было некуда Большинство же Заканчивает вовремя И сразу идет работать Работу в Сан-Марино Найти не так уж И сложно А основная отрасль Это все Что связано С туризмом И пусть каких-то Достопримечательностей Мирового уровня Здесь нет Местные нашли Очень необычный ресурс На котором Можно заработать Есть страны в мире Которые продают нефть И зарабатывают деньги Есть страны Которые продают технологии И зарабатывают деньги А есть страна Которая продает деньги И зарабатывает деньги И это Сан-Марина Сан-Марина не входит В Евросоюз Но при этом Государственная валюта У нас Евро Поэтому у нас есть И свои уникальные Евромонеты Которыми мы И торгуем Сувенирных И коллекционных монет Сан-Марина Производит больше Чем обычных Собственно На продаже монет И почтовых марок Держится четверть Всего бюджета Государства Монеты и марки В основном Покупают туристы Но я знаю Многих местных Которые этим увлекаются И готовы выложить За 5 евро 50 евро Или сколько Они там стоят В Сан-Марине Я остановилась В отеле Ай-Дизайн Это прекрасный выбор Для истинных Любителей Культуры И искусства В холле В коридорах И номерах отеля Стоят подлинные Шедевры Современного Искусства А на завтраке Можно встретить Настоящего художника Или самого Хозяина отеля Который Расскажет вам Историю Этого места В саду-гостинице Можно отдохнуть Просто рядом С фреской Посвященной Истории Мировой цивилизации Словом Если вы хотите Почувствовать Атмосферу Высокого Искусства И стиля Лучше места Чем отель Ай-Дизайн В Сан-Марина Не найти Да Вы не ослышались Тут именно В том и смысл Чтобы монету Номиналом Скажем В 2 евро Продать За 10 По-моему Идеальный бизнес То есть Какая прелесть Смотрите Значит Вот этот наборчик 3 евро 80 центов Стоит 35 евро А вот Например 2 евро Рафаэлла Юбилейная Которая стоит 2 евро 50 евро Но это уже Наверное Только Коллекционеры Могут тебе позволить Потому что Если спросишь У меня Жан Дай 2 евро То я вряд ли Дам Свои 2 евро Рафаэлла За которые Стоят 50 евро О маме Самые редкие Монеты Или марки Сан-Марина Могут стоить Десятки Тысяч Долларов Но забавно Еще то Что их даже Делают Не здесь Монеты Чеканят В Италии А марки Печатают Во Франции Ну что поделаешь У нас страна Маленькая Практически Все мы импортируем Из-за границы Причем Все приезжает И прилетает Через территорию Италии Ведь у нас даже Своего аэропорта Нет Аэропорт Мы еще планируем Построить Но пока Нам вполне Хватает тех Видов общественного Транспорта Которые У нас есть Сан-Маринцы Когда едут На работу То Скорее всего В пробку Они не попадут Потому что Общественный транспорт Сан-Марина Это фуникулер Который летает Над всеми пробками Вот бы мне так Сел на фуникулер И поехал Кроме фуникулера Основным транспортом Сан-Марина Считаются автобусы Ну и еще У нас в планах Восстановить Все 30 километров Железной дороги Которые были разрушены Во время Второй мировой Планы конечно Наполеоновские Но пока что Здесь можно Прокатиться Только на фуникулере И мне стало интересно А насколько сильно Он отличается От остального Общественного транспорта А скажем Бывает такое Что фуникулер Не приехал Задержался Ну вот как Или он каждые Там какие Несколько минут Туда-сюда Ходит Фуникулер Это самый четкий Транспорт Из всех возможных Видимо Ничто не мешает Поверь Я здесь уже 20 лет работаю И он отправлялся Каждые 15 минут Секунда в секунду Ну вот знаешь Есть люди Которые боятся Ездить на фуникулерах Потому что Бывали в других странах Точно вот Случаи Когда и Срывается Фуникулер Ну и всякое Может произойти Вот насколько Все-таки Этот вид Транспорта Безопасный Ты считаешь Опять же За все время Моей работы Тут никто Даже палец Не поранил Кабину Изнутри Открыть нельзя И за исправностью Всего остального Мы следим Очень внимательно В самолетах Тоже так всегда говорят Это самый надежный Вид транспорта И фуникулер Тоже самый надежный Вид транспорта Вот по словам Фабио Это и самый Прекрасный транспорт На планете Стоит он дороже Чем тот же автобус Если проезд Последним Обойдется В 1 евро То проезд На фуникулере В одну сторону Будет стоить Почти 3 А есть ли Очередь Желающих На твое место Или Ты тут работаешь И больше никто Не хочет работать На этой работе Есть конечно У нас много молодежи приходит Но не все сразу Без опыта Тебя никто На хорошую должность Не возьмет Но опыта У них нет Поэтому Ты получается лучше Видишь как Все Познается Как говорится В сравнении Поработайте вы с мое И тоже будете Директором Фуникулера Впрочем Местная молодежь Пытается остаться Здесь и найти работу В Сан-Марине По очевидным причинам Зарплата любого Начинающего сотрудника Здесь вполне Достойная Полторы Две тысячи евро В месяц Это как я уже говорила Больше чем в Италии А 10 лет назад Она была еще больше Местные то и дело С грустью в глазах Вспоминают В те времена Раньше у нас были Другие законы Согласно которым В банках Сан-Марина Иностранцы Могли хранить Деньги анонимно На этом Стояла Практически Вся экономика Страны 10 лет назад Под давлением Италии Евросоюза Нам пришлось Изменить законы И сделать Банковскую систему Полностью прозрачной Из-за этого Благосостояние Сан-Маринцев Ухудшилось В два раза А треть всех банков Закрылась Но зато Примерно в то же время В Сан-Марина Открылось Другое Так сказать Городообразующее Предприятие Казино Вот правда Масштабами Оно Не впечатляет В Сан-Марина Есть своя Игровая зона Ну вот Так вот Скромно это выглядит Ну что вы хотите Какая страна Такая Лас-Вегас Открытие казино Мы тоже Долго согласовывали С Италией Хотели его Открыть еще В 50-х годах Но получилось Только в 2000-х Несмотря на размеры Только за прошлый год Здесь играли 200 тысяч человек Однако Вряд ли они Проиграли слишком много Ведь ставки В нашем Казино Мизерные Мизерные Минимальное Всего 1 евро Тем не менее Ни окон Ни часов На стенах Тут не увидишь Чтобы человек Не отвлекался На такие мелочи Как время суток И играл Как можно Дольше Да Причем Они бесплатно Помогут Не только Тому Кто очень Расстроился Из-за проигрыша Но и следят За теми Кто чересчур Азартный И ходит Слишком Часто Таких людей Без справки От психолога Обратно за стол Просто Не пустят Честно сказать Я абсолютно Не игрок Я не азартный Человек Я вот так Спокойно могу Смотреть Сидеть Мне вообще Все равно Но пока Муж не видит Поставим Давайте На 31 На 4 Так На 16 22 26 32 34 17 Но это Оставлю На потом Давайте Ты посмотри Ты понимаешь В смысле Я не Подожди Как это так Подожди Так Ничего Я человек Не азартный Но меня это Раздражает Давайте еще раз Нет Я нет Я так просто Отсюда не уйду В основном Тут играют Такие Как я Туристы А сами же Сан-Маринцы Сюда захаживают Редко Не в местном Характере Пускаться Во все тяжкие О сан-Маринцах Говорят Горячее сердце Холодная голова Ведь мы Зачастую Шумные Очень любим Поболтать Или даже Поспорить На разные темы Но при этом Какого-то дебоша На наших улицах Вы не увидите Сан-Марина Сан-Марина Действительно Одна из самых Безопасных Стран Европы И поверьте Дело тут В самих людях А совсем Не в эффективности Полиции Или местной армии Численность всей армии Сан-Марина 32 человека Они в свою очередь Делятся на Башенную гвардию И гвардию совета Все это Профессиональные военные Которые готовы В любой момент Выйти на защиту Своей страны В последний раз Наши военные Принимали участие В боевых действиях Во время Второй мировой войны До этого Был еще один раз В 15 веке Больше армия Сан-Марина Никогда И ни с кем Не воевала В маленькой стране Есть маленькая армия Но которая имеет Разную форму И очень красивая Как видите У этой маленькой Но очень гордой Армии Количество разных форм Немного меньше Чем человек Которые Ее носят Есть и повседневная И полевая И парадная И очень Очень парадная Парады у нас проходят Как минимум Два раза в год Во время выборов Капитанов-регентов Выборы для нас Один из главных Национальных праздников И конечно Это государственный выходной Естественно Нет здесь Ни танков Ни флота Космос Мы тоже покорять Не планируем А вся наша артиллерия Это старинные пушки Из которых Мы стреляем Салютами Во время Каких-то торжеств Вообще Сан-Маринцы Много работают Но при этом Очень любят праздники Особенно Народное гуляние Когда можно Выйти с семьей На какую-то площадь Посмотреть концерт Пообщаться с народом Поиграть на разных Аттракционах Ведь народ у нас Приветливый И никогда Не бывает Агрессивным А другого народа Кроме туристов В этой стране И не встретишь Так как В Сан-Марине Вообще Нет Беженцев И Переселенцев У нас Просто нет Таких законов Которые Разрешают Принимать Беженцев Наша страна Никому Не дает Никакого Убежища В том числе И политического Мы стараемся Придерживаться Нейтралитета И не принимать Ничью сторону Кроме своей Поэтому мы Искренне рады Видеть вас В гостях Но не более Поймите правильно Нас всего 30 тысяч человек И если мы Примем даже Тысячу Иностранцев То этого Хватит Чтобы сильно Повлиять На наш Менталитет И культуру При этом Паспорт Сан-Марина Входит в топ 20 самых Престижных На планете Но чтобы его Получить Надо прожить Здесь как минимум 20 лет Или же Родиться в семье Коренных жителей Поэтому Если вы Идете в гости Кому-то Из местных То почти Наверняка Попадете На Сан-Маринце В десятом Поколении Таких как Элена Андрея И их сын Лукас Элена Чао Так Ну что Показывайте Как вы тут живете Ой Слушай Так это У вас Завтрак Да Сейчас А ты уже Позавтракала Или только Готовишь И едят они Нет Я тоже ем А они тоже готовят Ну точнее муж Мы с ним делим Обязанности А вот сын По большей части Ест Вообще Он такой Самостоятельный У вас дети Или Как Ну Говорят Что мамы Постоянно За своими сыночками ходят И все им помогают И Все им моют До Тридцати лет Я поняла О чем ты Для итальянцев Это характерная черта Мы хоть с ними и похожи Но тут у нас иначе Я считаю Что до восемнадцати Надо жить с родителями А дальше Сам Вот наш сын Уже достаточно самостоятельный Может и еду себе приготовить И в доме убрать Причем Без напоминаний А Даже так Да Короче У вас тут Ну Большое помещение Да Дом больше ста метров И еще есть сад Немаленький Поэтому и коммунальные Немалые получаются В среднем около Четырехсот евро В месяц Но это такой Типичный дом Сан-Маринца Обычно Сан-Маринцы живут В небольших домах Или квартирах Но как минимум У половины Есть еще домик В Италии Где-то на побережье У нас ведь нет Выхода к морю Но оно рядом И доступно Поэтому многие Покупают там Недвижимость А кто-то И живет там На постоянной основе Любой гражданин Сан-Марина Может легко взять Кредит В местном банке На покупку Недвижимости В Италии Многие так и делают Ведь ставка Отличается Всего на пару процентов Но зато Там можно Найти дом Дешевле Поэтому То на то И выходит Это правда Что люди В Сан-Марина Могут жить И вообще Не регистрировать Свой брак Потому что Это Ну тут И не принято И не нужно Чистая правда Мы с мужем Уже 19 лет Вместе Первые 10 Прожили в гражданском Браке А расписались Просто чтобы Отметить Десятилетие Совместной жизни Так Ради забавы Боже мой Какая прелесть Вот это И ну в принципе По закону Ничего не изменилось Да Вообще ничего Только после того Как родился сын Стали проще Какие-то Бюрократические Оформления в сад Или же в школу Но все это Можно было бы Решить и без брака Ни свадьба Ни развод В Сан-Марина Большой юридической Ценности не имеют Если люди Начинают жить В гражданском браке То все имущество Автоматически Считается совместным И при разводе Чаще всего Делится пополам А у тебя Свой Салон Красоты Я правильно понимаю? Да Уже много лет Для того Чтобы в Сан-Марина Открыть свой Салон красоты Что тебе Для этого надо? Надо закончить Специальную школу Эстетики Это три года Обучения Ну а дальше Все как в обычном Бизнесе Аренда помещения На им персонала И так далее Но вообще Это хороший бизнес Ведь местные женщины Очень любят За собой ухаживать То есть Для того Чтобы делать маникюр Нужно учиться Три года А потом еще Повышать свою квалификацию Собака Меня сейчас Сгрызет Ты понимаешь Что делают Видишь Какая А вот то Что женщины Здесь любят Наводить красоту Я кстати И сама заметила Редко встретишь Сан-Маринку Без маникюра Аккуратной прически И тщательно Подобранного Наряда Каждая местная Женщина Следит за своими Тенденциями Красоты И конечно же Как можно чаще Старается Выбираться На шопинг Мало того Здесь даже есть Свои производители Одежды Мы производим Меховые изделия В основном шубы Продаем продукцию Как на экспорт Так и здесь же В Сан-Марина У нас ведь тоже Зимой бывает холодно И несмотря на то Что это вещи Дорогие В сегменте люкс Только меховых Фабрик В нашей стране Несколько Причем все изделия Здесь из натурального Меха Пока весь мир Борется за защиту Прав животных И старается Перейти На искусственные Заменители Местные производители Придерживаются Других взглядов Вся эта борьба За экологию Это бой С ветряными Мельницами Банальная фикция Если вы копнете Глубже То разберетесь Что искусственный мех Производится Из пластика А значит Из нефти Такое изделие Очень сложно Переработать А разлагаться Оно будет Как минимум 200 лет Так где же Здесь экология Человечество На протяжении Всей своей истории Носило натуральные вещи Из кожи Меха Хлопка И так далее Так сложилось Исторически И ничего Ты с этим Не сделаешь Более экологических Материалов Чем придумала Сама природа Никто пока Не изобрел Зато Зато Изделие Потому что Ты приходишь В магазин Смотришь На ценник И думаешь Что такое Одна цена Вторая цена А оказывается Если ты Гражданин Евросоюза Для тебя Одна цена А если Других стран То совсем другая И намного интереснее Не выгоднее Для туристов Которые приехали Не из стран Евросоюза Все цены Как минимум На 15% ниже Чем для европейцев Это так называемый Tax-free Который Иностранцам Возвращают Причем Возвращаются Эти проценты Тут же В магазине На банковскую Карту покупателя То есть Не надо Заполнять Какие-то бумажки Показывать Свой паспорт Потом искать В аэропорту Специального человека Который Все тебе оформил Только в течение Энного количества Рабочих дней Тебе эти деньги вернут Если ты конечно Все правильно сделал И не дай бог Не пропустил Какой-то Бюрократический Этап Иностранцам Выгодно Не только Делать покупки В Сан-Марине Но и Открывать Свой бизнес Согласно Нашим законам Для всех Иностранных Бизнесменов Первые 5 лет Работы Даются Налоговые льготы Если местный Бизнесмен Да и вообще Любой гражданин Сан-Марина Платит 17% Налогов На доход То иностранец Первые 5 лет Платит Только 8,5% На первый взгляд Это кажется Несправедливо Но на самом деле Такой закон Привлекает Иностранный Бизнес А значит Иностранные Инвестиции А это В свою очередь Значит Что народ Сан-Марина Становится Богаче Не знаю Кто Как А я Обычно Сужу Облако Состояние Местных Жителей По местным Ресторанам Знаете Есть такой Неофициальный Рейтинг Покупательской Способности Как индекс Большого Бургера Так вот Если дело Касается Сан-Марина То я бы Назвала Местный Рейтинг Индекс Большой Тарелки С пастой Средний Чек В заведении У нас Примерно 20 евро При этом Молодое Поколение Сан-Маринцев Чаще всего Ест Именно В кафе И ресторанах Или Заказывает Еду На дом А вот Дома Готовят Люди Постарше Моя мама Сама Готовит Дома Еду И она Вкусно Готовит Но я Больше Люблю Поесть Пиццу Или пасту Где-то В заведении Это Просто Как-то Интереснее И веселее И фоточки Оттуда Можно Выложить Есть Здесь Принято Очень Медленно Для приема Пищи Надо присесть Поговорить И долго Долго Жевать Наслаждаясь Блюдом И как минимум Три Раза В день Ну Вот это Классический Завтрак Сан-Маринца Кофе И Кроассан С 7 До 9 Вот так Вот завтрак Все люди Перед Работой С 12 30 До 15 30 Они Обедают И Ужинают Уже После 19 00 По такому Расписанию Живут люди Вы сейчас Можете сказать Что О Прямо Как Итальянцы И я вам Скажу Да Как Итальянцы Так же Как и у Итальянцев Здесь Для каждого Времени Суток Своё Заведение Одно Подает Завтраки Потом Закрывается К обеду Открывается Другое А на Вечер Третья Такого Чтобы все В одном Месте И тут Нет Не встретишь Если в заведении Слишком Разнообразное Меню То чаще Всего Там Невкусно Максимум Что можно Заказать В одном Месте Это Полноценный Обед То есть Первое Второе И десерт Причём Первое Здесь Это Не суп Как у нас Первым Блюдом Считается Паста Именно Её Я себе И заказала Только Не Классическую Итальянскую А местную Разновидность Ну вот Приготовили Мне пасту С морепродуктами Всё это Блюдо Готовится 10-15 минут Если бы Я её Готовила Я бы её Готовила Полдня Честно говоря А тут Паста Ручной Работает И тут И креветки И ракушки Ну честно Говоря Я конечно Пока С этими Ракушками Разберусь Так мне кажется Уже Я состарюсь А мой муж Любит От итальянской Эта паста Отличается Тем Что сюда Не Добавляют Яйцо Да Для нас Это звучит Как мелочь Но Любой Итальянец Услышав Это Сделает Глаза По 5 Центов А её Название Знает Каждый Сан-Мариниц Стротсо Претти Стротсо Претти Стротсо Претти Моя Любимая В переводе Это означает За души Священника Так потому Что закручивают Её каким-то Особенным Не итальянским Способом Ну ладно Попробуй Прости господи Ммм Ммм Ну что вам сказать Лично для меня На вкус Она Точно такая же Как и итальянская То есть Ну Очень Очень Вкусная Паста С морепродуктами Так Мой оператор Застыл Потому что Как всегда У него Началась Черная полоса Когда я начала Есть Он Стоит И смотрит На меня Ну все Иди Иди Работай Дай поесть Вот что меня Всегда Удивляло Как в итальянцах Так и в Сан-Маринцах Так это то Что едят они Огромное количество Мучного Но при этом Почти все Стройные И красивые Как с обложки Журналом Оказывается Секрет Прост Мы Любим Спорт Во всех Его Проявлениях У нас В Сан-Марине Даже Есть Серьезные Спортивные Клубы Международного Уровня И вы Не поверите Какие Здесь В Сан-Марине Есть Команда Трехкратный Победитель Европейской Лиги Чемпионов Почему Вы думали Нет Неправильно По Бейсболу Да Для многих Это неожиданно Что в самом Центре Европы Так популярна Игра Американцев Но так Получилось Потому что Во время Второй Мировой Здесь Стояли Именно Американцы Они Там местным И показали Бейсбол Я занимаюсь Бейсболом Шести лет И мне Очень нравится Правда В будущем На этом Много не Заработаешь Даже В серьезной Команде Как у нас Платят Максимум Тысяч Тридцать В год Так что После школы Пойду В университет Учиться На экономиста Несмотря на то Что карьерная Лестница Местного Бейсболиста Заканчивается Где-то На второй Ступеньке Сан-Баринцы Все равно Любят болеть За команду Например Пенсионер Паула Ведет Очень активный Образ жизни Но перед Каждым Матчем Местного Клуба Усаживается В любимое Кресло И включает Телевизор Ой Ну Честно сказать Вот такую пенсию Я себе И представляю Сидишь Тут Именно Отдыхаешь Бокал Прекрасная Компания Вот Паула Чем Вы еще Занимаетесь Кроме Того Что Развлекаетесь Так В своих креслах В 71 В 71 Поэтому И пенсия У меня Очень хорошая Три с половиной Тысячи В месяц По закону Пенсионный возраст В Сан-Марина 60 лет Для женщин И 65 Для мужчин Ну и еще Здесь есть Интересная Система Которая Называется 100 Это значит Что если Возраст Человека И его Трудовой Стаж В сумме Равняется Цифре 100 То он Тоже Может Уже Пойти На пенсию Вот так А вот Другие Ваши Друзья Они тоже Получают Хорошую Пенсию Или Не все Так живут Прекрасные Пенсионеры Здесь В Сан-Марина Да Отлично Здесь все Живут Тут Средняя Пенсия 2000 Евро В месяц В той же Италии Зарплата Не у всех Такая Что тут Скажешь Нам повезло Со страной Я часто Летаю В Африку На рыбалку И там же Помогаю Местным Жителям И как Волонтер И просто Финансово Они ведь Не виноваты Что родились В бедных Странах Никто из них Этого не выбирал Я считаю Что если мне Повезло Со страной А им нет То почему бы Мне не поделиться Своим благополучием И не попытаться Сделать пропасть Между уровнем Наших жизней Хоть немножко Мельче Ой Паула Знаешь Когда вот Я смотрю На таких Пенсионеров Честно говоря Мне так Прям Нравится Давай Чинь Чинь Ой Класс Ой Слушайте Ребята Заканчиваем Программу Это так сказать Все Мы на пенсии На счастливой Ой Прекрасно Ой Хорошо Не знаю Заметили ли вы Или нет Но местные Постоянно Сравнивают Свою жизнь С жизнью В Италии Хотя Как по мне Здесь нечего Сравнивать Люди Лица Характеры Практически Одинаковые И ведь важно Совсем не это Лично для меня Важно то Что куда бы Я не заходила С кем Бы я здесь Не знакомилась Каждый местный Всегда И в любой Ситуации Был искренне Рад Меня видеть Если бы я прожила Свою жизнь В Сан-Марино То я бы разговаривала На итальянском языке Закончила бы Итальянскую школу Ела бы Итальянскую пищу И скорее всего Имела бы домик На итальянском побережье Конечно Со стороны Может показаться Что я жила бы Точно Как в Италии Но Любой Сан-Маринец Скажет Что Отличия Есть И это Законы История Политическая Система Еда у нас Немного отличается Мы более открытые И проще Относимся к жизни Разговариваем Еще больше Чем итальянцы Мы красивее Я шучу А я думаю Что мы точно Такие же Только названия Разные Сан-Марино В Италии Это как Изюминка В итальянском Десерте Ты можешь Его съесть И ее Даже не заметить А можешь удивиться Насколько Маленькая Изюминка Может поменять Весь Вкус Десерта Такая Местная жизнь С одной стороны Очень похожа На соседскую А с другой Настоящая Жизнь других Местная жизнь